Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Сегодня заключительный урок из Стива. С Божьей помощью вылетаем на святую землю, в Израиль. Раньше люди готовились к этому годами, годами. Вот, сейчас в следующем году поеду в Израиль, год буду ехать. Доехать до Израиля было год доплыть. А сейчас, дай бог, сядем в самолет, прилетим. Все. Значит, мы продолжаем изучать законные речи. И сейчас мы находимся в глубинной, вообще, самой глубинной части. Получается так, что Равзелик Плискин, он как книгу структурировал. Вначале он дал четкие, именно законы, правила, да, которые вначале правила истории, где упоминается про злоязычие. Потом ситуации жизни, конкретно как эти правила, как они в жизненных ситуациях, вот самые часто распространенные ситуации в этой книге. Книга называется, сейчас я вам скажу еще раз, как называется книга. Книга называется, Равзелик Плискин, береги, береги свою речь. И, значит, после этого он перешел к более глобальным таким отрывкам из этих святых книг, из разных, чтобы показать разные грани, что происходит с теми, кто остерегается от злоязычия, что происходит с теми, кто не остерегается от злоязычия. Как бы он показал разные грани этого. То есть он шел от частного к общему. И сейчас он перешел на самый глобальный уровень. То есть такие глобальные вещи мы сейчас изучаем. Сущность речи, например, сегодня вот такая глава. Называется «Сущность речи». То есть я, например, люблю делать совершенно в другом порядке. Я во всем иду от общего к частному. То есть есть такое выражение в Торе «видеть лес и не видеть деревьев». Вот есть люди, которые, они видят лес, видят общее, но не видят частного. Есть люди, которые видят частное, но не видят общего. Это видят деревья, но не видят лес. И вот здесь Равзелик Плискин, он нас ведет от деревьев к лесу. То есть он нам показал, вот смотрите, это дерево. Это нельзя говорить лошанра, потому что написано так-то, так-то и так-то. Дальше. Правила конкретной жизненной ситуации. Дальше. А почему теперь? Ответ на вопрос «Почему». А можно идти от обратного? Вот сейчас мы узнаем сущность, а теперь перейти на «как». Хорошо, двигаемся дальше. Сущность речи. Сказано пророком Ишаяу. Был такой великий пророк Ишаяу. Пророков было вообще в народе 300 тысяч пророков. И один из них известный очень был пророк Ишаяу. Он сказал так от имени Всевышнего. «Пусть народ, который я создал себе, расскажет о моей славе». То есть Всевышний себе создал такой народ-спецназ. Да, Яков Шатадин Шалом. Вывел его, можно сказать, знаете, как, если, ну так, сравнение может не очень красивое, но интересное. Вот есть, например, какие-то породы собак, которых специально в селекция шла, там, годами, тысячелетиями, какие-то там высокогорные собаки. Они умеют стада защищать в горах. Если у нас такая есть чихуахуа маленькая, если ее туда в горы направить, то она, конечно, чихуахуа, при том, что она прекрасная собака, но она не справится с охраной стад в высокогорных горах. А есть какие-то высокогорные собаки. И это как шла селекция. Так вот, сказал пророк Ишаяху от имени Всевышнего, «Пусть народ, который я создал себе, расскажет о моей славе». То есть Всевышний прямо отправил в такой спецназ, вот, например, у меня сейчас был на тренинге Роман Гольдман, он проходил спецназ. Так, они прошли, у них было такое, как испытание в полном обмундировании, то есть с вещами, ну, и спецназ не с чемоданами ходит, он ходит с трюкзаками, с таким, наверное. Вот в полном, полностью одетые по-военному, они были загружены вот этими вещами. 99 километров марш-бросок. 99 километров, можете себе представить, без остановки. 100 километров пешком. Это, ну, это вообще нереально, еще нагруженными. Зачем испытания, чтобы они, эти спецназовцы, потом были очень сильные, выносливые, чтобы могли в нужный момент тяжело в учении, легко в бою. Также Всевышний сделал, он создал себе народ, отправил в начале 210 лет, это было египетское рабство. Полностью спрессовал, 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 чтобы прям вообще просвета не оставил, да? А потом, бах, из этой ямы, из этой тьмы, вот вам, пожалуйста, 10 казней, и море раступилось, и Машерабену пророк, и всех поднял на уровень пророчества, и дает Тору. Так они говорят в этот момент, на осе вы не шма, сделаем вообще, даже думать не будем, что еще мы выбирать что-то будем. Мы были в рабстве, тут нас Бог вывел из рабства, чтобы мы еще что-то думали, что там в Торе написано, на осе сделаем, и потом-то все сделаем, все, что Бог сказал. Так они пообещали Всевышнему. В общем, и продолжает Равзелик Плистин в книге. У того, кто следит за своей речью, уста становятся похожими на сосуд в святом храме. То есть, если уста человека служат целям, которые поставил перед ним Творец, а какие цели Бог поставил перед каждым, это нам сказал царь Соломон. Шлом Амылок нам сказал в конце Экклезиаста. Он сказал так. В этом весь человек, для этого был человек создан. Нет у других у человека в этом мире функций, целей, как говорит нам Тора, что Адам Ли Амаль Юлад. Человек для труда рожден. Для какого труда? Амаль это Лильмот Альманат Ли Асот. Он рожден, чтобы учить, изучать волю Всевышнего, чтобы ее выполнять. И прославлять Всевышнего, значит, своими устами. Вот Бог сказал мне делать, я делаю. Все отлично. Теперь, значит, когда тот, кто следит за своей речью, у него уста становятся похожими на сосуд в святом храме, когда был храм. Если уста служат целям, которые поставил перед ними Творец, они обретают статус священного предмета. Подобно храмовому сосуду, который обеспечивает вознесение жертвоприношений с земли к небу, уста отправляют ввысь слова молитвы и учения. То есть человек, перерабатывая интеллектуальные какие-то концепции, идеи, если он прославляет Всевышнего, если он молится, если он учит Тору и не позволяет себе говорить вещи, которые называются злоязычия. То есть создавать зло своим языком, тогда его рот становится святым, как храмовые сосуды. Но, продолжает Равзелик Плистин, как и храмовые сосуды, уста могут стать нечистыми и непригодными для выполнения своей функции. Если храмовым инструментом, например, нож или сосуд, касались некошерной жертвы, он сам становился оскверненным. Его нельзя было использовать как средство служения Всевышнему. Нечто подобное происходит, когда еврей говорит запрещенные слова Лошонара. Его уста тоже оскверняются. Теперь я сейчас вспоминаю, мы заговорили про храм, есть очень известная история про храм, когда это был первосвященник Шимона Цадик. Шимона Цадик был первосвященник во втором храме, в начале второго храма. И как раз в начале второго храма Александр Матидонский вместе со своей армией шел в мировое турне захватить мир. У каждого свои были какие-то желания. Александр Матидонский решил, чего ему сидеть в Матидонии. И мало ему, что он уже всю Грецию захватил. Он думает, пойду захвачу и Индию захвачу, и Персию захвачу, и всех я должен захватить. Потому что он думал, что это его такая в жизни функция захватывать другие страны, убивать мужчин, насиловать женщин, и забирать у них все сокровища, нажитые непосильным трудом. Так думал Александр Матидонский, отправляя свои захватнические походы. И вот этот Александр Матидонский со своей армией приближается к Иерусалиму. И в этот момент, ну, понятное дело, что они все, где они проходят, все выжигают, убивают, грабят. И впереди уже люди, беженцы бегут в Иерусалим, говорят, все, значит, готовьтесь. Идет Александр, непобедимый Александр Мукдон. Его звали, на иврите его назвали Мукдон. Так в Талмуде он упоминается. И вот идет этот Мукдон, значит, сейчас он приближается к Иерусалиму. Готовьтесь. А в Иерусалиме храм, все эти золотые сосуды, первосвященник, казна, да, собирали. Каждый год собирали, каждый давал пополшителя, то есть, ну, есть деньги, есть чем поживиться, да. И что делать? И тут Шимон Ацадик, первосвященник, он одевает одежды первосвященника. Это была такая, ну, очень красивая одежда, в Торе описывается. Тут у него было 12 этих камней золотых, тут один огромный камень драгоценный, тут какой-то драгоценный камень отдельный. То есть, все золото, какая-то там нить, которая переплетенная. В общем, невероятно. Внизу висят колокольчики золотые. Тут вот такая золотая табличка на лбу. В общем, он одевает всю эту золотую одежду и говорит всем остальным коинам, священникам из храма, одевайте тоже храмовые одежды, они все одеваются в белые храмовые одежды, берут они факела и выходят навстречу Александру Мукдону и его армии. И в Иерусалим же поднимаются. Иерусалим находится высоко над уровнем моря, там, от километра, где-то километр, полтора километра над уровнем моря. И дорога идет от Яфа, куда высадились порты, вот эти портовые Тель-Авив, Яфа. Тогда Тель-Авива не было еще. Поднимается армия вот этих греков. И тут сверху, значит, идет рассвет. Идет сверху вот такая вот там тысяча коинов священников, все в белых одеждах, с фатилами. Впереди идет Шимон Ацадик, вот такой вот сияющий. И Александр Мукдон спускается со своего коня. И вот тут интересно, вот эту историю, она почему-то ее, кроме, знают только евреи. Она очень описана в Талмуде, в святых книгах, она описана. А весь мир, зачем знать какое-то первосвящение, храм и так далее. Весь мир учит другую историю. Историю о том, вот я проводил когда-то опрос, я преподавал еврейским студентам. Я им говорю, вот на этом месте остановился. Скажите, пожалуйста, а как звали первосвященника в храме, который его встречал? И я не говорил тогда его имя, специально ждал. Ну, все говорят, откуда мы знаем, как звали первосвященника в храме? Мы не знаем. Я говорю, а как коня звали Александра Матидонского, знаете? Они говорят, ну коня Александра Матидонского знаем, это героический конь. Конь вошел в историю. Коня мы знаем. Это вот как раз история, это то, что людям впихивали в голову на протяжении столетий, что герой, это грабитель Александр Мукдон, он герой, и все его знали, назвали Александр Велитий. А он, этот Александр Велитий, был садист, убийца и насильник. А и коня его даже обожествили. Есть город, названный именем коня Александра Мукдона. А первосвященник, святой человек, который Шимон Ацадик, он 40 лет заходил в святая святых храма и выходил. На нем не было греха вообще, то есть он был полностью святой, чистый, что он заходил в святая святых, и там если был грех какой-то у человека, то он сразу сгорал, умирал. Этот первосвященник, его на веревку привязывали, чтобы вытащить, если он умрет. Это был святой человек полностью, и его не знают, даже в рейсе студенты не знают. А коня, город именем коня, назвали этого, Буцефала. Теперь дальше, значит, что было дальше? Спускается он первосвященник, священники, эти вытащили копья, мечи, наверное, все. И тут Александр Мукдон, он был, он ехал на коне, он ехал первым, да, он такой был, сам любил поубивать кого-нибудь. И он, значит, тут он слазит со своего этого Буцефала и кланяется Шимона Цадику, говорит, что это ангел, ты, это вот такого я видел ангела, ко мне во сне приходил ангел, как ты, и, значит, мне говорил о том, что я буду везде побеждать. Так сказал Александр Мукдон. Ну, все его военачальники, ну, ангел, отлично, все, войны нету, они тоже нормальные же люди, сказали, заходите, мы сдаемся, не надо нас убивать, мы сдаемся, значит, давайте мирно договариваться, мы не будем оказывать сопротивление матедонской армии. Хорошо, зашли они в Иерусалим, и что? И Александру Мукдону показывают Иерусалим, и показывают ему Иерусалимский храм. Да, доходят они до места, куда можно было заходить неевреям, и, значит, ему говорят, дальше нельзя. Он говорит, что значит нельзя? Ему говорят, дальше нельзя. Я не помню точно, докуда он дошел, но дальше место, куда можно было только священникам заходить. И он, значит, ему говорят, все, нельзя. Он говорит, нет такого места в мире, куда мне было бы нельзя. Я, говорит, Александр Мукдон, я главный в мире человек, вы что вообще? Как это нельзя? Ему на царе говорит, смотри, ты царь, царь, а это Бог. Нельзя, Бог так сказал, это не наше правило, пророки нам передали, вот сюда могут заходить только священники, и то только в состоянии ритуальной чистоты, после того, как они очистились пеплом красной коровы, ну нельзя. Он говорит, ладно, я принимаю ваши такие правила, но говорит, поставьте тогда мой бюст туда. И не я, а бюст, чтобы стоял вот там вот, или святая святых, или в самом таком святом месте, поставьте мой бюст. Он говорит, я же тоже, царь же это от Бога, значит бюст должен стоять. В общем, Шимона Цадик, так написано в книгах, так говорит Тора, Шимона Цадик ему что сделал? Он ему говорит, вы знаете, мы вас очень уважаем, мы настолько вас уважаем, бюст мы не можем поставить, по правилам нельзя. То есть Бог дал правило, через пророк амбюст нельзя. Но мы назовем, увековечим ваше имя, и все мальчики, которые будут рождаться в Иерусалиме в ближайшее время, всех мы будем называть Александр, ваша честь. И так появилось еврейское имя Александр, очень много есть Александров в то время, были целые там Танои, мудрецы, которые упоминаются в Талмуде, в Мишне по имени Александр. То есть Александр с тех пор стал евреским именем таким, чтобы увековечить то, что Александр Мукдон признал правила Торы и не зашел в храм, и даже бюстик сказал, можете не заносить. Вот такая вот история насчет того, что есть, но если бы туда занесли его бюст, или там какие-то храмовые нарушены были бы условия, то тогда храм перестает быть святым. То есть есть определенные правила пользования. То же самое уста. Если уста скверняются лошонара, то тогда и молитва, и благословение теряют силу. Понятно, да? Теперь дальше. Что еще он пишет? Изменение реальности. У речи есть еще одна грандиозная способность. Она в буквальном смысле может менять реальный мир. Наши мысли существуют в отдельной частной сфере. Когда их высказывают, они перестают быть частным делом, переходя в разряд общественного интереса. То есть у человека пока он в голове с собой разговаривает, он меняет только свое восприятие. И здесь тоже, как человек себе объясняет, что с ним происходит, как он себе объясняет, что я хочу, что я не хочу. То есть все, как человек себе объясняет в голове, это создает его внутреннюю реальность. Но когда он эту внутреннюю реальность высказывает вслух и делится ей с другими людьми, это уже происходит изменение внешней реальности и появляется новая какая-то, совершенно новая реальность. И последнее, то, что сегодня важно, вот мы изучим слова, как печать на документе. В Йом-Кипур Всевышний ставит печать на переговор своего суда. То есть мы сейчас находимся в месяце Илули. 30 дней мы готовимся к дню суда Рошашана. Потом в Рошашана два дня идет суд. И в это время выносится приговор. Называется это по старинке. В то время, когда пророки, мудрецы передавали суть этого процесса, тогда было известно только письмо, письмо и печати были уже. И поэтому это называется ктивавы-хатима. То есть записаны в книгу жизни и запечатаны. Если бы сегодня пророки передавали бы нашему поколению, что там на небе происходит, они бы сказали, что, например, формируется какая-то программа, прописывается, и потом эта программа, я не знаю, когда создаются программы, есть тестировщики, потом как-то что-то еще происходит. То есть объяснили бы терминами, которые понятны были бы нам. Мы уже в последнее время, есть уже много банков, где нет ни одного документа, где просто все происходит в электронном виде. Но мы по старинке упоминаем поставить печать, подписать и так далее. Хотя подпись уже электронная. Это не является подписью. Но электронная подпись все равно называется подпись по старинке. Поэтому мы желаем друг другу в месяц илуль, ктивавы-хатима-това, записи и печати хорошей. И потом идет два дня, день суда. То есть на небе просчитывают, можно так сказать, просчитывают всю внутреннюю структуру человека, его все поступки, все его качества, все-все-все, что он считает собой, такая как его информационная сущность. Ее проходит такой рентген по ней, небесный суд это называется. Всевышний просвечивает человека и обращает внимание, куда человек себе поставил GPS, адрес GPS. Каждый человек, который устанавливает себе цели, он как будто бы вбивает адрес GPS. Он говорит, я хочу. Тоже он формулирует это словами. Кто-то хочет сделать больше заповедей, кто-то хочет дать больше дзоти, кто-то хочет сделать больше добрых дел, кто-то говорит Всевышнему в день суда. Я хочу в этом году воздержаться полностью от злоязычия, я хочу больше учить торы, больше заповедей. Я хочу молиться более от всего сердца. То есть он тоже словами создает как адрес, куда он двигается. И вот в эти два дня рожа жены все как бы просвечивается таким рентгеном два дня и выносится на небе, как то, что называют на Востоке кармой, программа, да, такой программный нити-фильтр, через который потом идет божественная энергия на каждого отдельно взятого человека. Теперь потом есть 10 дней, когда эта программа, она тестируется, да, 10 дней раскаяния это называется, когда ты можешь еще 10 дней просить Всевышнего, чтобы, ой, ты знаешь, я забыл, я же еще в этом году говорил о Шонарах, ой-ой-ой, как же я мог, прости, все, точно больше не буду, я выучу книгу вот эту, буду ее повторять, из-за лего плистина, береги свою речь. Я, значит, и так далее. То есть человек еще 10 дней может своими решениями, своими мыслями, своими словами, он может изменить переговор. И потом на 10-й день идет Йом-Кипур, день искупления. В этот Йом-Кипур специально предусмотрен день для того, чтобы очистить грязь вот с этого фильтра, который установлен на будущий год. Этот день специально все не едят, не пьют, вообще не едят, не пьют, просто 25 часов превращаются в ангелов, и говорят Всевышнему, смотри, я ангел, вот я ангел, я не ем, не пью. Я, как Маши Рабейну на горе, был 40 дней, а я вот сейчас 25 часов в чистоте, в полной вообще не ем, не пью, а только тебя прошу, прости мне мои грехи, да, прости мне мои грехи, все, вот я своим страданием сейчас, это называется иную страдание, я своим страданием сейчас, я хочу просто очистить все мои какие-то прегрешения, может я забыл что-то, может недосказал, может то, может это. И 18 раз, в Йом-Типур 18 раз говорится ведуй, ведуй этой исповеди, где перечитаются все возможные варианты преступлений, что если я что-то забыл, прости меня, и как бы решение такое, что я в этом году, я буду уже стараться, служив, выполнять волю Всевышнего полностью по максимуму. И в этот момент наступает полное очищение вот этой матрицы, и Всевышний с радостью дает, говорит, ну живи еще, говорит, будь счастлив, если ты хочешь приносить счастье людям, быть человеком хорошим, добрым, не говорит Лошонара, на тебе хороший год, живи да радуйся. Все, потом идет праздник Суккот, семь дней, когда мы радуемся в шалашах, потому что, ну, тот, кто может радоваться в шалашах, он действительно может потом весь год радоваться, и потом опять начинается новый цикл. Все, всем удачи и успехов. Так, это я объяснял, что такое Йом-Типур. Давайте дочитаю абзац и все. В Йом-Типур Всевышний ставит печать на приговор своего суда, как бы подводя итог разбирательства относительно человеческой жизни. Точно так же наши слова облекают в реальную форму те мысли и суждения, которые они выражают. Они итог мыслей, их внешнее и часто окончательное выражение. То есть здесь он говорит так, что как Всевышний выносит решение, решение это уже как матрица, как что-то уже устоявшееся. Так же человек, вот у него в голове крутится, 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 но пока он не скажет, оно пока еще этого нет. Но когда он скажет, то это уже становится некой такой формочкой, которая начинает сильно влиять на мир, на мысли других людей, на жизнь человека. Все, всем удачи и успехов, чтобы мы очень правильно провели остаток дорожа шана и подошли хорошо к следующему году. Все, всем удачи и успехов, хорошего дня. КТИВА, ВАХАТИМАТУВА. Записи и печати хорошие. Желаю всем хорошей печати и записи. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok